Итак, мы возвращаемся после неплановой накладочки в виде плановой перезагрузочки. Если я правильно всё и делаю, конечно. Я же ведь не забыл? Да, не забыл профиль переключить, а значит всё должно вернуться уже сейчас. Да. Всё, теперь всё должно быть хорошо. Неизвестно, насколько это хорошо продлится до следующего раза. Если меня ещё раз выбросить, я буду считать, что это судьба и не буду продолжать. В общем, не хочет наш... Для её подхватывать. А, ну тем лучше, у меня же не мешаться. ЧТО. В общем, не любишься. А что это кажется, что это происходит? Это, конечно, не любишь? ЧТО. Вот, и разобраться! Показывается, что это всё. Это значит, что колёж и не любит лот. Не знаю. А что, а что? так я здесь если меня еще раз выбросим таким же образом я зачитаю, что на этом хватит время лучше именно тут всего сейчас тогда не приду ну понятно а вместо этого соберусь и поеду в термопасту и за книжкой переключу всякого ранга тоже дело спасибо, я это уже понял я более того даже знаю ну ты уже видел, да, сколько там уровней ты написал шесть ты писал шесть, да вот из них, я так понимаю, два вот таких два на решение задачки а еще два ай, блин, я пока не знаю еще два, наверное, уже за самого терминатора ну да, там в Лос-Анджелесе написано были уровни как раз надо будет найти здесь места, где он снимался, потом и зафоткаться, типа вот он я тут, и тут я есть я очень надеюсь, что у меня получится на Е3 выставку все-таки попасть здесь да, потому что у нас тут, короче, это бесплатно нашим студентам это можно попасть туда но это именно студентам на игровом дизайне, а я все-таки это на мультипликации, но у меня учителя многие есть, которые играми занимаются как раз с ними закорешился уже, поэтому, может быть, получится правда, как говорят да, ну хотя, правда, говорят студенты, то, что нужно чуть ли не в августе уже начинать подавать заявку на то, чтобы тебя на Е3 позвали потому что там быстро все это исчезает, это пригласительные всякие хрени ну понятно, ну с профессорами общаться да, да я уже общаюсь, давно уже просто не знал про эту фишку, то, что нужно так заранее но, может быть, прокатит так было бы круто все-таки, типа, репортажик такой устроить ну да вроде того да Е3 это вам не какое-то там игромания игромир? игромир, да на игромире я был, ну, такой он был, не очень в тот раз только Skyrim вот понравился тогда, помню там Uncharted 3 презентовали у нас приезжали разработчики поза, чуть ли не поза, поза прошлогодний 2011 год, короче а, ну да ну а вот Skyrim на большом экране и Borderlands 2, они, конечно, круто очень выглядели, мне прям нравилось прям втащило правда единственное то, что этот ролик Skyrim'а, который показывали 100 лет, как был в интернете везде И тем более у нас там это с русской озвучки, там на комментатор был, а там на английском. И при этом многие моменты, где чувак у нас молчал, там на самом деле объяснялось, что он делает, и что как происходит. И как-то скучновато из-за этого, пусто было. Ну, тут пишет пролез, что у олен 3 саундтрек как раз был неплох. Олен 3 вообще хорошая игра. Ну, наверное, я не играл, к сожалению. Я играл, я ее проходил, и я поэтому могу смело, совершенно уверенно утверждать. Я и 3 хорошая игра, но сложная. Действительно сложная, действительно хардкорная. Заставляет жопу похватить. А я вот после того, как Megaman X3 прошел, теперь даже как-то переосмысливал все, вот это свое восприятие этой серии франшизы, даже сказать. И даже, да, захотелось теперь поиграть в другие части этой игры, я целую статью накатал на эту тему там. Ну, небольшую статейку, на самом деле, я у себя в группе выложил, в двух группах, и в группе АВГН ее запилил. Так, не дошел. Ох. Ну, вот. Я, кстати говоря, вот, насмотревшись тоже на все это дело, у меня давно была идея, предполагать, играть в Мегамэнов, я насмотревшись на все это дело, вчера пока, целый день ждал, блин, когда мне дадут сесть с Каргулю закончить, вот, залил в плойку первого Мегамэна, блин, и сидел, гонял первого Мегамэна весь день, причем находясь в прямом эфире, просто по стриму. Вот. Зато весь мой рейдж пошел в прямой эфир. И че, прошел, нормально прошел, все же раном. За... 7, по-моему, часов игровых получилось. Угу. Ну, у меня в сумме сколько? Ну, часов 9 с половиной, получается, в итоге у меня вышло где-то, я вот играл в Мегамэна этого. Надеюсь, там нормально все записалось, потому что, короче, у меня первая часть, первая половина стрима, она у меня нормально не сохранилась, потому что у меня ОБС тогда крашнулся. Тогда лучше по возможности затащи... утащи из твича локалку, ну, местную, может, быстрее. Угу. Потому что на случай, если вдруг ее... не успеют взять, шабардак действительно с ними творится тот еще. Поэтому у меня, кстати, у меня мою неудачную запись тоже надо будет вот сейчас. У меня же локалки тоже нету в нее. Угу. Не будет. Ай! Потому что... Ребут, все дела. Ну да. ОБС упал. А, раз упал, файл не закрыл. Расправленный закрыл, ясен пень. Результат нулевой. Ну, она просто переведена, или показана, или сейчас так там, что... По поводу второй части, Гаргули не будет нарушением играть ее... Да, я уже увидел, да. Вот, сделай. Зависит... Да, вот Кии Брайни бежит. Зависит от того, как это, как его... От того, как она сделана. Угу. То есть, если это просто тупо перевод и больше ничего, то это одно. Угу. Если это какие-то модификации игровые там встроены, это совсем другое дело. Я после, кстати, Мегамена, вот, я даже понял, что нужно некоторые игры попробовать заново и фильмы пересмотреть, которые... Ну, насчет фильмов это я давно понял, то, что там это многие... Да, в смысле, в себя найдется, что, на самом деле. Да, но просто многие идеи не понимались. И вот то же самое я пересмотрел фильм «Зодиак». Когда я его в 16-17 лет смотрел, мне показался нудным и скучным, потому что там только трендер, считай, был. А когда ты подросток в школьном возрасте, типа, или первый курс колледжа, там, или института, то, естественно, тебе больше экшена хочется видеть на экране, как можно больше шуток и бреда, нежели, там, это какую-нибудь интересную мысль поймать в фильме. Ага. Да. Вот, и после этого я пересмотрел, блин, это охренительный, ну, не охренительный, но очень хороший фильм, на самом деле. Ну, да. Это то же самое, как я посмотрел «Хранители» и сказал девушке, что это мега-классный фильм. Когда она говорила, что его снимал какой-то извращенец и Федик, короче. Вот, я ей сказал, давай пересмотрим его, он охренительно. Пересмотрели, и все, тащила, короче, ее, она поняла там это многое. Потому что, когда она смотрела его лет тоже в 17 где-то. Может быть, может быть, насколько я не смотрел, ни того, ни другого. Ага. Я мнения на сей счет не имею. Но какие-то вещи я уже сейчас сам вспомню, какие-то вещи мне тоже регулярно подвергались. Ну, собственно, до сих пор подвергаются переосмыслению, когда я их пересматриваю. Вот. Возьмем самый простой пример. Покровские ворота, которые я, ну, по малости лет регулярно просматриваю, я тупо не догонял. Как минимум наполовину. То и больше. Ну и я вот сейчас, кстати, даже это, вспомнил то, что, когда я в школе учился, мне обливин по двум причинам не понравился. Во-первых, потому что я тогда был ярым фанатом готики, и мне нужно было, короче, защищать свою любимую франшизу. Свою любимую серию игры я тогда поливал просто так из ведра. А блин, типа, а, вот, он опять ужасен, как Моровин, затянутый, там все дела, короче, слишком огромная игра, все плохо, бла-бла-бла. Да, огромные игры, это же замечательно, их так надолго хватает. Смотрел то, что готика не... А? Я говорю, огромные игры, это же замечательно, их же так надолго хватает. Да, ну просто понимаешь, ну, даже вот готика третья, она огромная и свободная, и вроде бы это хорошо, но при этом мне она сейчас не очень чувствуется готикой, потому что как раз слишком огромный мир, слишком много всего. Потому что ты как-то теряешь ход событий, куда тебе лучше идти сейчас со своим уровнем. Ну, это нормально, это здорово, это прекрасно. Да, ну, да, это понятное дело. Это заставляет, это заставляет, не знаю, это заставляет, размышляет. Да, ну это верно. Это будет что-то. Я до сих пор не забуду, как я в готике 2, когда я первый раз пришел в этот, как его, первый раз пришел в лагерь, в колонию. А, ну, вернулся туда, типа? А? Вернулся в нее, то есть? Ну да, да. Вот, когда я первый раз вернулся в колонию, все вокруг окружно орками. Вот. Меня все это дело взбесило, и я со своим, хрен знает, каким мелким, там, 12-м или там, 14-м уровнем каким-то, или еще меньше, я не помню. Вот. Вырезал это, как его вырезал, все это поголовье орков, просто потому что они мне пройти мешали. Вот, вот так вроде должно прокатить. Он больше на робокопа так похож, когда со спины показывают. Ну вот, в общем, и просто тогда Бливен мне еще, сейчас скажу, чем он мне не... Я тогда не очень исследовал его, не очень ходил там, это по нему. Я больше быстрыми путешествиями несся по сюжету и прошел ее очень быстро, короче. Вот. И теперь я ее сейчас запустил, смотрю, блин, а что мне не нравилось? Что я орал на нее там? Чего я бесился, слюну пускал? Ну да. Так бывает. Да, поэтому я сейчас многое хочу заново попробовать. И мне еще не понравилось тогда то, что Обливен все-таки урезали на компе, в отличие от боксовской версии. У нас просто на компе выбора без модов всяких. Это либо ты HDR освещение выбираешь, либо Bloom. И при этом антизаптия, короче, это сглаживание, это не включается вместе с HDR, а только с Bloom. А хочется все, и сразу, короче. Ну да. Да. Блин, вот я, кстати, не понимаю, вот здесь. Как тут, по сути, вот снизу пять стартовых контактов? Как понять, из каких четырех пойдет ток? Ага, да, хороший вопрос. Они никак не обозначены. Даже не знаю, что тебе ответить. Не понял. Так я же запалил все пять контур, все четыре контура. Нет. КВДЖН. Все, что могу сказать. Я же своими глазами видел, как все контуры переключились на нолик. Ну, ладно, допустим. Окей. Киви, а есть ссылка на это? О, блин, я вылетел из этого, из свеча, кстати, оказывается, у меня сейчас просит зайти заново. Бывает. Это, я просто не знаю, я не найду сейчас Оверхал, или как он там, так сказать, называется. Так, бывает, перезашел. О, это прекрасно. Изумительная компания, ЛДЖН. Да, она великолепна. Интересная франшиза Терминатор. Угу. Сейчас, у меня, если что, чаты такие обновляются, поэтому я сейчас не... Вот, теперь я зашел, наконец-то, в чат снова. Сейчас увижу, что ты там напишешь, если что. Ай-ё! Хорош, меня кусать. Чё, кот кусает? Да, кот. Чё тут кот, бомбочки кусают. А, я думал, к тебе кот пришел, кусает тебя там. Не, кот, не, кот спит вместе с женой. Ммм. Она всегда там спит. Она совсем спесилась. Походу дело, она решила, что у нее все зажило и без нас, и начала беситься по полной программе. Так, вон, не скинули. Что это такое у нас? Оверхолл. Файнал. Это, типа, косметический мод, что ли? Потому что я не хочу, если там квесты какие-нибудь будут добавляться еще. Там еще что-то. Я вот за котик третью никак не возьму. Первую прошел на 100%, можно сказать. Вообще, до упора. Это замечательно. Вплоть до того, что высчитал это, как его путь высчитал, выполнение всех схем, чтобы иметь возможность попасть в любой лагерь. На старте. Одновременно. Легким движением руки, так сказать. Ну да. Нет, Готика первая, это просто замечательно. Готика первая, это замечательно. Готика вторая, я честно скажу, это более ярко, но чуть менее замечательно. Да, согласен. Потому что там уже не так интересно, я бы сказал. Да, Готика первая вызывает просто восхищение на самом деле. Да. Именно вот этой своей фишкой с этой колонией и всем, что там происходит. Да. Ну и мне, знаешь, вот очень понравилось, как подали сюжет, короче, в Готике первой. Потому что вроде ты обычный заключенный какой-то, попадаешь за барьер вот этот. И в принципе твоя цель это подняться как можно выше по фракциям, стать там каким-нибудь бароном, либо помогать как будто уничтожать барьер. Сущность, твоя цель выжить. Да, просто выжить, стать кем-то здесь, всё. И потом бац, оказывается, что есть какое-то божество, против которого ты в итоге будешь сражаться. Хотя в начале игра подавалась, как будто она обычная RPG такая, где ты просто кем-то должен стать. Да, а потом оказывается, что это посланник Инноса, да. Да-да-да, но это уже во второй части больше говорится, что он посланник Инноса. Но об этом вообще только в конце второй части упоминается так вот открыто, Ксардас говорит совершенно открыто. Да-да-да. Ты уже, небось, понял, что я посланник Беляла точно так же, как ты, посланник Инноса? Да-да-да. Вот, и хотя там мы под руками богов, тем не менее, мы сами решаем свою судьбу и свою волю. Но всё равно нам, типа, нужно ещё встретиться. И, как мне казалось, на тот момент предстоит. Да. Куда ж деваться? Так и встретились же. Ну, я и думаю, что встретились. А вот в третий я так и не сел играть. Ну, в третий ты с ним встретишься, при этом, в принципе, даже не буду спойлерить. Да, но там, насколько я понимаю, сражаться там не придётся, поскольку это не то сражение. Потому что Ксардас не преследует же интересы Беляла, он преследует свои интересы персональные. Да, но там в конце три концовки выбора. Герой в том момент он начинает преследовать свои, которые у него появляются, насколько опять же я понимаю. Ну да, в принципе, так и есть. Но Аркания-то вообще ужас, короче, не играй даже. Ну, я даже как-то не раз смотрел такую возможность. Не, да всё. Так, вроде зацикал. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вроде всё правильно. Вот здесь, не, ну здесь всё правильно. А вот со второй, как понять, там больше выходов? Вот, как правильно понять, из какого именно попрёт ток? А вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Один откровенно замкнутый Вычеркиваем, остается шесть Как понять, с каких четырех из шести попрет электричество? Чтобы замкнуть цепь Ладно, допустим, это будет один Допустим, это будет один Причем я не совсем понимаю логику Они еще и должны одновременно в финиш тыкнуться, что ли? Все четыре Ладно, надо убедиться, из каких четырех электричество будет Для начала Блин, даже не знаю Ну, в принципе, посмотреть могу, если хочешь, что делать там Да я и... как-то я смотрю вроде пока сам Тыркаюсь, пробую Вот так Вот так Вот так мы сделаем вторую Третья сама доходит А четвертая пойдет... Нет, таким путем не нельзя идти Четвертая пойдет вот таким путем Если все, я все сделал правильно Вторая и последняя три Понятно Смысл понятия Пиздец-то Вот так должно пройти Нолик Нолик, 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 нолик Четыре нолика Я помню до сих пор, когда первый раз Наури программ Сёрки три Ну, чё, никто не запрещает посмотреть А, здесь все просто Жаржа вообще паролями он пользовался В смысле? Ну, на той истории, когда проходил А, так он пользовался паролями Которые по игровой ситуации должен был получить А почему они не выпадали, интересно? А они выпадали, их вам просто никто не читал Или никто не запрашивал Ну, в итоге он всё равно в итоге в конце же взял На последние уровни перетащил С того, что на скейтборде уехать не мог никак Ну, я понял Да Даже пароли не пароли А конты у него там не появлялись Когда он пароль водил Угу Так, я понял Я пользуюсь другой неприятной Это неправильной, нечестной фишкой Немножко Я принскриню экран А потом сижу и разбираюсь Вот это правильно Потому что, ну, как Джеймс Рольф Помню, в образе ЛГН Делал обзор на эту игру И говорил, что вот Игра вообще мразь Потому что ты на паузу жмёшь И ты вроде думаешь Сейчас я посмотрю, что тут может быть сделать А она берёт и перекрывает Да Поэтому нужно, поэтому В давние девяностые годы Необходимо было брать фотоаппарат Фотографировать Ставить на паузу Бежать, проявлять кадр Печатать фотографию И потом уже сидеть, тыкать, изучать Вот как-то так В наше время всё стало немножко проще, конечно Но вообще-то С точки зрения игры Это совершенно же правильно Вот именно так и должно быть Раз ты на паузе Ты не должен смотреть и думать Потому что время дикает Так, ну логично отправить первую в первую Вторую, вторую, третью В третью, четвёртую, четвёртую Для этого нам необходимо С этим всё понятно Приблизительно Вот так И вот Так, походу, дело придётся Нет Так, не прокатит Скорее всего Ну ладно, попробую Попробую Есть Есть Вот так Вот так Фух, успел Ну, поздравляю Ну что, если дано, значит дано, как говорится Теперь я должен достичь Сейбердембилдинг Защищая Джона Коннора Попитель Ладно I'll be back Right about now Сейбердембилдинг Одно радует Я сбору меня новый Не радует другое Я ещё не знаю, чем мне грозит этот Батхёрд Потому что что-то у меня есть ощущение, что Ничего хорошего меня в этом уровне не ожидает Я, может, сейчас перерывчик возьму и пока ты тут играешь в это, я буду параллельно в Обливиане бегать Я в наушниках, так что мешать не будет Обливиане-то хорошее В Облу поиграть, да Обливиане-то замечательно А на это что смотреть? Нечего тут смотреть Ну, ты скажешь, что я могу оттапнуться в любой момент, благо они нормально, вот спустя пять лет они выпустили то, это вы знаешь, та же самая история, в принципе, что с Готикой 3, только всё-таки не с фанатским патчем, а с официальным, который огромный и реально лечит игру очень сильно А я вон благополучно запылил спасение Джона Гоннера, меня благополучно раздавил этот грузовик, и теперь я топаю вперёд, чё? Чё у вас сделать? Вообще-то эта игра не такая труд Это вот это, знаешь, адрес жара, жара говорит про любую игру практически, не бывает сложных, там, игр, а бывает только кривизна Бывают неудачные дни, да Да, ну, блин, фиг знает, бывает то, что всё-таки игра ровная очень, но босс у неё всё-таки там какой-нибудь последний жопу рвёт из-за того, что он как раз это, сложный по-настоящему Я боюсь засчитать, сколько игр было брошено из-за сложного последнего уровня или последнего босса При всём остальном, игра достаточно лёгкая, только в самом конце начинает шопу рвать Вот я тебе так скажу, Аркания, да, ну, я не буду ничего спойлерить, просто ты всю играешь и пролетаешь её даже на самом жёстком харде, как нефиг делать И в конце, знаешь, игра не чувствуется, как будто это игра вообще, в принципе, потому что это готика какая-то И в конце ты приходишь к боссу и начинаешь с ним сражаться, и с ним довольно-таки интересно драться И музыка бодренькая начинает какая-то играть, которая похожа на тему из фильма «Звёздный десант» смотрел? Смотрел Ну, как же, классика Да, она очень похожа на музыку оттуда, то, что втащивать не по-детски, реально, ты такой «Во, наконец-то! Игра начинается!» Потому что, в принципе, не говорится, что это последний босс, типа, это просто, типа, один из, как будто, каких-то там, которых нужно будет завалить Игра начинается, но она же и заканчивается, собственно Да, и ты такой сидишь, ты что «Во, оно начинается! Неужели что-то хорошее? Что-то по-стоящему сейчас начнётся? Настоящий экшон и так далее?» И всё И он начинается, и ёк Да, это вот как, не, не буду в эфире такое говорить Конечно, Кевин Смит просто пошлый очень, это, сравнение делать с такими вещами Лучше не надо Да ладно, чё, у нас, у нас эфир такой Ну, короче, это как У нас эфир 18 плюс Хорошо, тогда он сравнивал это вот так Это если тебе девушка делает охренительный, короче, миниет И потом в конце заканчивает всё это руками, вот Он так это, скажет Типа, вот и всё, 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 она И всё Ничего, хренушки тебе Да Ну, это его сравнение, не моё, если что, я просто процитировал Да ладно Вроде отмазался, да? Нормальное сравнение Вполне Грамотное вполне, я бы сказал Так Очень ёмко, очень ёмко доставляет информацию Ну да, вполне И вот, кстати, это, в обливине всё-таки лошади не такие хорошие, как в Скайриме Они какие-то ещё дохленькие здесь Как это вчера было, где Мэнсу писал Дэн Волшебство, конечно, лошадь Не, ну так и зато в обливине лошади, в принципе, вообще появились Этого не хватало мне В Моровинде, как раз Хотелось всё на лошадке покататься И быстрое путешествие они довольно-таки добротно сделали Так, а это правда, что в Готике 3 мы наконец-то узнаем имя человека, за которого играли всё это время? Ты его узнаешь в Готике 3 в Отвергнутых Богах Это что? Это, ой, это мега ужасный индусский аддон дополнение для Готике 3 Отлитное, в смысле, оригинальное или нет? Да, оно оригинальное, оно оригинальное, но оно ужасно забагованное Оно постоянно крашится, вылетает, сделано через задницу Но хоть самая игра хорошая получилась? Нет Вообще никак Так что не играй в это А нет, я тут про чатик Сетфрок69 хотел поздороваться, но охренел от сравнения Какая неприятность Да, подстава засада, блин Конешка-то в порядке, на нас тут напали Ээээ, стой, куда ты? Нормально такая рыжая девчонка подскакала ко мне, такая, добрый вечер И улетела, убежала Со скоростью звука Добрый вечер? Да Просто это как-то странно Подходит, подскакивает тебе девушка на коне, такая, добрый, останавливается Говорит, добрый вечер, смотря прямо и, пшшш, со скоростью звука, уезжает Так, я надеюсь, сестра пойдет из нужных мне проводов Вот сейчас мы это узнаем Да О Нолик, нолик, нолик А вот, в каковых Как так? Вот как так? Как-то так Че, опять провода не тебе? Нет провода, от тебе ну ты лил четыре нуля Ахаха Я вот же Эн Все, что могу сказать тебе Да Мне самому уже сказать, на это нечего И вот я смотрю в обливине на воду и вспоминаю, какая же она красивая и прекрасная в Моровинке была А как правильно? Моровинт или Моровинт все-таки? Так я на тебя спрашиваю, ты у нас с англичанами, британцами, американцами общаешься? Ну блин, это же не настоящее слово, это просто название страны Да вот тем более По правилам языка Вроде-то Моровинт должно быть Как Даггер, Фолк И на первой или на второй слог ударения Вот, вот клюк! Настоящий, подлинный, истинный клюк Понятно, игра на везение При одном раскладе пройти дальше можно, при другом нет То есть, грубо говоря, игра увеличивается в два раза Слушай, я не понимаю, я переключаюсь на четыре руля А он говорит, циклы, ну типа эти, цепи не перепрограммированы Пошел Какой нехороший Потом в пещеры эти всякие полазию И мне нужно в город какой-нибудь, чтобы продать до хрена всего Да, кстати, фишка отсутствия имени у героя Готики На самом деле особенно подчеркивается тем фактом Что он хотел представиться в самом начале, но ему не дали Да! Вот о чем он собирался сказать в итоге, мне интересно Ну он собирался сказать, как его зовут, наверное Да, но он же сам не знает, как его зовут А он еще и не знает, как его зовут? Ну а во второй части же это говорится То, что он без имени вообще Нет Типа у избранников нету имен Нет Нихрена В второй части этого не говорится Почему? Дракон же ему нежить говорит То, что ты не видишь, мы с тобой похожи У тебя нету имени, как его нету у меня А в третьей части, вот в отверных богах Он сам себе имя выбирает в итоге, в конце Он не говорит свое имя, которое он там собирался все это время назвать Понятно То есть, ну вот про эту фишку, кстати, я как-то подзабыл Все Если я найду в себе когда-нибудь силы Хотя вот Обязательно буду стримить готипу Причем сам проходить с первой по третью Вот просто О, это, блин, это меня надо туда точно С удовольствием Стримить, конечно, здесь я это не буду Потому что здесь это не по правилам канала Да Не допускается Стримить я это буду у себя Ну, если куда-нибудь еще не впишусь с этим делом Что-то мало ли, рояльно Угу Но на том же Краке, например, вообще не протолкаться, насколько я понимаю Ну, на Краке меня Милистром сейчас зовет Я там просто... Мне давно и Блайн звал, Милистром Все, я просто забывал про это Меня никуда никто не зовет Но факт в том, что там сейчас В любом случае там не провернутся Судя по тому, что стримы один за одним просто вот идут Народ по восемь раз не может допройти то, что начал Потому что время кончается А там кто-то начинал готипу первую проходить и в итоге забросил Там Голынин начинал проходить Шайник Форс первый и забросил после первого же стрима Вот Мне стало очень обидно, потому что я давно хочу его пройти В смысле, вот так тоже красиво Угу Вот, потому что и Шайник первый, и Шайник, как он сказал Я его, говорит, походил один раз Говорит Но недавно зато Ну, чтобы красиво показать Шайник Форс, одного раза пройти мало Вот Потому что нужно, как минимум, изучить всех персонажей, чтобы знать, что показывать Ну вот И первый Шайник Форс, в частности, связан с достаточно мощной прокачкой для персонажей Если не всех самых интересных персонажей показывать Угу Их надо прокачивать А это занимает, там, ну Ну, лишнее, там, 6 часов игровых Игрушка сама-то, по себе, часов на 15, там, максимум Угу Это максимум А я проходил, первый Шайник я проходил в один присест Угу Совершенно спокойно Я спрыгнул, нажал, ждать Просто в обливине И мне пишет такой Эй-эй, ты не можешь ждать в воздухе Я просто представляю, это реально такой Тридцать с лишним раз Тридцать с лишним раз ее прошел за это лето Ага Круто Да, и он там тоже тридцать с лишним, но я там тридцать восемь Или тридцать девять прошел, он тридцать два раза А, я понял На количество Да 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 Ну и, короче, я победил И в итоге Потом вторую мы так пытались, но там уже времени не было Там школа началась Но вторая, это все-таки вторая Ну да Вторая готика, она такая готика Да Кажись, я ничего не вижу Вот этот проходится Ха, кстати, никотиси, мысль-то интересная, очень даже интересная Че там за мысль? А мысль такая, сделать в челлендже помимо режима Normal и Hard, реши режим Easy, которым можно отрандомить сразу несколько игр и выбрать Ту из них, которая как бы приятнее тебе для прохождения А Может быть Вот Ну если интересно Надо в глазу обязательно рассказать про нее, потому что она действительно звучит так оригинально Аааа, бага Ааа, бага Ааа, бага Фак 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 Ас Да 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 Что ж такое-то? А, всё, я понял. Так, я понял, что я делал не так. Тернет не тянет или реально стрим лагает? Сейчас посмотрим. Ну-ка ты. Вон, сейчас пойдёт геймплей. Что ж, ну-ка. Да вроде нормально. А, значит, тернет не тянет, действительно, ничего не лучше. Сейчас, ещё раз, на всякий случай обновлю страницу и гляну на 100%, скажу. Нет. У меня нормально всё. Успею. Бо и не успею. А, не, 26 секунд, куда-то, ну что, 300 раз будет. Вроде всё замкнул, 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 да, 4 линия. А, может, там можно сокращивание построить? Угу. Так, и снова мотоцикл. А, вот этим отстрелом от грузовичка, конечно, напоминает NES-версию безумно просто. NES-версия, она вообще... Ну, она лучше, чем с NES-овской, на самом деле. О, как. Да. То есть его ещё и разбить в результате можно. И я мало в него стрелял. Надо больше и чаще. Ха. Понятно. Однако. Ну что, переходить на тёмную сторону силы, чтобы избавить себя от рандома? Я, блин, скоро первые два уровня на no-damage пробегать буду. Ну что, великолепно же. А зачем? Смысл. После того, весь no-damage аннулируется по одной простой причине. Переходишь на сборку этих хреновок. А, ну да. А потом, а потом играешь уже за терминатора. И там, да, может, там лаймбар тоже другой совсем уже. Так что, это всё без разницы. Ну ладно. Так что, реально, придётся мне переходить на тёмную сторону силы. Ха. Пройти до пятого уровня и сделать сейв-стрейд. Про тебе хорошо говорить, а я тут бегаю, блин, кругами по 388 раз. И всё-таки, не приводи только к примеру Alien 3, это не то же самое. Потому что в Alien 3 всё-таки от твоей динамики зависит намного больше. А здесь у меня, блин, уровни херня. Прохожу я их на раз-два просто. Только время трачу. О, а вот на этом как его... На сборке у меня там вообще рандом получается. Потому что то ли соберётся, то ли не соберётся. Ладно, попробую затащить в хардкору. Чё ж поделать. На геймбое не было сейв-стрейдов. Да, на геймбое были эти, батарейки всякие. Но сейв-стрейдов там всё равно не было. Но сейв-стрейдов, да, не было. А паролей в игре нет. Ну? А напрасно. Да, ну это же OGN, там у них часто игры, которые вообще с одним кантом. Это не с одним кантом, это игра с одной жизнью. Ну да, я это имел в виду. Даже без кантом. Не то, что без кантом. Да, а реально с одной жизнью. Ну, я надеюсь, тут все шестюру, я говорю, ещё и с одним лейбаром приходилось проходить. О да, это да. А Рыбако по-третьему случайно каким-то вокалом они там не среди примазавшихся? Ой, я не помню, кто Рыбако по-третьему делал. Вот и я не помню. Ну, но не OGN вроде бы. Ну, вроде тоже. Потому что вообще там же тоже с одним лейбаром проходишь всю игру. Ну, типа да. Ну, по сути. Ну да, нам апгрейдиться можно, конечно, но всё равно. Там хватает, да, апгрейдов, чтобы очень круто подзаработать в результате, а... Так, кажется, в этот раз мне повезло. А ты, не трогай мою конёшку. Ох. Чё там? Я могу звук выключить. Да? Да. Нажать им кнопочки. Что это за кнопочка такая? Это волшебная кнопочка Select. На Game Boy был Select, разве? В настройках контроллера у меня было. Правда, там ещё LKR-ка есть, на Game Boy их явно не было. Ну, на Advance был. На Advance, да, это под Advance настройки, конечно. Там и Select тоже был. Ох. А вот этот Hardcore у меня не собирается. Вот почему у меня не собирается этот Hardcore? Причём, все цепи я запускаю главным правилом. Потому что больше тут ничего тупо переключить нельзя. Физически невозможно. Цинг, старт. Четыре. Так. Четыре. Этим бегут ползунка. Бегут, 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 бегут. Всё. Четыре нуля. А тут лажа. Разве что... Блин, ну а как? Тут же нереально по-другому сделать. Так, конечно, валим отсюда, короче. Вот так вот, как я кайф-то сделаю. Ухренеть. То есть я чисто физически не могу сделать ток быстрее. Семь, шесть, пять, три, два, один. Всё, я понял, почему у меня здесь не получается. Я делаю... Что-то я чуть-чуть делаю не так. Ну вот что именно? Я понимаю, что. Но я не понимаю, как с этим справиться. Потому что... Да диод-то тут ни при чём. Я уже пробовал. Я понимаю, что я делаю не так. То есть... Я действительно ставлю все нолики. Но четвёртый нолик тупо не успевает включиться... До того, как таймер на ноль щёлкнет. Он добегает в итоге, но уже поздно. Вот. Поэтому нужно сделать цепь как-то короче. Но как... Продолжение следует... Нет, ток стартует, Киви Ток стартует по таймеру, я не могу стартовать руками У меня собрано, блин За 10 секунд до старта тока, если не за 15 Ждать приходится Ток стартует четко по таймеру За 8 секунд до финиша Ну а что по цепи за 8 секунд Она успела пройти Но это вот единственная такая хардкорная дрянь Потому что все остальные проходятся на раз-два Не, реально, если мне после этой игры снова выпадет Кеймбой, я решу, что это знак И, наверное, отправлюсь покупать геймбой Типа он тебе сказал, что тебе нужно купить Да, потому что, мол, типа, никуда тебе от геймбоя не деться Вот И буду, как говорится, стримить железо При помощи веб-камеры Ну а что Купи тогда уже супер-нинтендо С супер-геймбоем Чтобы играть в приставки Ой-ой-ой-ой-ой-ой Не надо, не надо, не надо, не надо Это не хардкорно Камрипом будешь играть, ладно Это не хардкорно, да Буду играть Камрипом Вот это правильнее Правда, еще каждый рандомно выпавший картридж искать Это тоже та еще задачка Да, кстати Джон Коннор получается в первых двухуровнях Это вообще бред Как он выглядит, если честно В фильме он Тут он как будто с длинными волосами и с грудью, если честно, женский Как бы да Это как бы не Джон Коннор, а Джейн Коннор Получается А сестра его? Да хрен его знает Написано Джон Джейн Паранни Написано Джон А нарисована явная Джейн вместо Джона Да У нас Лара Крофт такая в Терминатор попала Да Кстати, да Очень похоже Вот Пожалуйста Сборку я закончил Я бы с удовольствием Прямо сейчас ток запустил Но нажатие кнопки Старт ставит паузу Нажатие кнопки Селект выключает музыку Нажатие кнопок А и Б не дает ничего Даже на таймер Итог пойдет четко по таймеру Ну вот опять эта корявая ловушка Ах ты ё Все, я понял Все, понял Молодец Чтоб такого больше не было Все, я нашел Где можно еще цепи замкнуть Чтоб сократить У меня мечку сломанную что ли Вообще урона не наношу никакой ему Вот теперь должно пробежать 5, 4, 3, 2, 1 Разряд Да Вот теперь все хорошо Ну и финальный хардкор, разумеется Подожди Вот, кстати, насчет еще третьей готики Когда Сначала вышел патч в интернете А потом в магазинах появилась игра только Ну в смысле игра вообще незаконченная вышла А, о как Да Она мега забагована была Все, Джугут виноваты Которые издателями готики были Че они там Короче, они, да Как продюсеры, грубо говоря, были А потом еще отсудили права у них Поэтому какие-то дурацкие индусы делали уже Дополнение И Силвер, там, как там, Силвер Баунт, или как-то так называется компания Которая делала уже Арканию вот это А пираньи начали Ризаном заниматься А вот здесь я Конечно Ложанулся Надо было попроверенность им делать Я ей что-то Тупанул Ну ладно Ладно, продолжаем Че, пицел это Добрый, неудобный такой вообще Ни разу Так, ой, у меня тут параллельный звонок сейчас Нужно ответить Это у меня из дома Звонят Поэтому, если что, я, может, еще успею прийти Если там допоздна не заболтаюсь Так что, ну, на всякий случай Заранее, всем пока Ну, заранее, пока Ну, и вдруг, че Ладно, все, давай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я тоже не увидел DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да Да Так, отлично Хардкорд продолжается. Ах! 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 یں! Ах! 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 М symbi. Мастопотと思 recent to the project. É. Са. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...